Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Виноградный сезон подходит к концу, и сегодня мы с вами смотрим обзор технических и универсальных сортов. Конечно, сезон был сложный, самый короткий вегетационный период на нашу память, холодная весна, прохладное начало лета, осень ровно по расписанию с 1 сентября, с длительными и затяжными дождями, ну и первых полтора месяца лета тоже наши виноградники, в общем-то, находились практически без внимания. Отсюда было и загущение, отсюда было плохое опыление. Ну, мы говорим спасибо и на том, какие-то урожаи у нас есть, ну а что именно и в каких параметрах, мы с вами сейчас пойдем и посмотрим. Галант универсальный сорт, несмотря на винных родителей, мускатблау и солярис. Сорт раннего срока созревания обладает замечательным сахаронакоплением. Несколько сезонов у нас уже плодоносит, и, например, в прошлом году, когда сахар очень сильно размыли дожди, то Галант восстановил его самым первым. Да, в этом году не очень опыление, такие достаточно рыхлые грозди. Ну, я о многих сортах, когда рассказываю, говорю, да, что в этом году у нас недосмотр было очень густо. Здесь побегов было в два раза больше, поэтому, ну, что хотеть в такой густоте. Тем не менее, смотрите, да, есть где-то грозди такие вот рыхленькие, да, а есть вот такие вполне себе хорошие. Урожай мы не нормировали в этом году, ну, не было, скажем так, необходимости. Не трещит никогда, вот в прошлом году, когда были проливные дожди, то Галант вынес все абсолютно. На 10 сентября в нижней ягоде сахар 20,5, в верхней 22,5. И практически достигнута фенольная зрелость. Вот такая у нас косточка, хотя Галант это мускатный сорт, поэтому вот на этом сахаре его вполне можно снимать. Вкус приятный мускат, ягодка слегка хрустящая. В прошлом году из него я делала моно вино, а точнее, игристое по типу пятнато. Получился приятный напиток с таким вот конфетным привкусом за счет мускатных тонов. Красавчик зигиря бы в этом году такие достаточно массивные грозточки, я бы сказала. А цвет кому-то может показаться грязноватым. На самом деле, сегодня такой серый день, когда светит солнце, но он нереально красивый. Как по мне, просто вот произведение искусства. Вот смотрите, грозди, да. И грозди очень плотные. При этом я показывала некоторое время назад, что в зигире бы я грозди прорежу. Почему? Сорт имеет достаточно тонкую шкурку, грозди плотную. И если после засухи пойдут дожди, то велика вероятность треска. Для зигиря бы это может быть. Ну, смотрите, мне кажется, что я прореживала вообще все. Дожди шли. Вот эта грозочка, да, видно, что тут просто как кукуруза все набито. И ни одной треснутой ягодки вообще, ни одной. Ну, вот эта вот чуть-чуть пореже, но вот, да, эту, наверное, я прореживала, может быть, даже на камеру. Мне кажется, что где-то здесь я это снимала. И тоже все целенько. Ну, смотрите, даже здесь, да. Хотя, может, я так плохо проредила, но гроздь очень плотная. И в этом году все целенько. Несмотря на то, что в августе была очень сильная жара, очень сильная засуха, дождение было вообще. Сейчас дожди шли, но тем не менее, с ягодой все замечательно. 15 сентября, на сегодня вообще зигиря бы ранний срок созревания. А 15 сентября сахар у нас 20 бригс. Почему 20 бригс? Ну, вообще он должен был созреть, конечно же, раньше. Ну, во-первых, особенности сезона. Во-вторых, я уже сказала, что шли дожди, и поэтому сахар немножко размылся. Зигиря бы сорт очень ароматный, очень душистый, яркий, ярчайший, я бы сказала, мускат. Говорят, что с тонами канда лыской, по-моему, розы. Ну, не знаю, как насчет розы, но мускат здесь очень яркий, очень такой выразительный. Также для него характерна низкая кислотность. То есть, в прошлом году, когда я его снимала, паш было 3,9, по-моему, даже в районе 4. То есть, на самом деле, это очень высокий паш. Ну, вот если он долго висит, а в прошлом году тоже была ситуация, когда было много дождей, поэтому мы ждали, пока накопится сахар. То вот могут быть проблемы с кислотностью. Тем не менее, в прошлом году я делала из него игристое вино по типуасте с пуманты. Даже несмотря на такой высокий паш, у меня все получилось замечательно. Вот для игристых вин, конечно, зигиря бы супер находка. Опять же, для северных регионов, где достаточно прохладно, за счет низкой кислоты, тоже находка. Ранние сроки созревания. То есть, такой сорт, который стоит иметь на своем участке. Зилга – огромный куст, огромная нагрузка. Вот все, что желтые листья, это все она 8 октября. Вот уже растение полностью уходит на покой. Вот такой у нас тут красивый окрас. Вот вся эта шпалера, за исключением пару молодых побегов, молоденьких кустов, это все зилга на двух плоскостях. Не осветляли грозди, поэтому не везде это видно. Вот такие вот красивые они прячутся среди листвы. Гроздь довольно такая крупная. Бывает до 300-400 грамм. Такая вот красавица. Вот их тут сколько. На этой стороне лучше видно. Ягода сладкая. Ну, чуть-чуть легенькая. Кислиночка есть такая приятная. Легкий земляничный аромат. Ягодой покушать приятно. Сахар. 20 брикс. Косточка коричневая. Прекрасно зреет лоза. Но вообще зилгу мы никогда не снимали позже 15 сентября. Вообще обычно мы ее снимали уже полностью готовой в 10-х числах сентября. Ну, этот год такой снимаем поздно. Каберне Куртис. Первое плодоношение. Вот, да, есть хороший побег с хорошими гроздочками. Там уже птички поели. А 8 октября у нас сегодня. Сахара в ягоде 17. На самом деле, если попробовать, то особой кислоты нет. Сахарок ощущается. Ну, все разумно. Ну, поразмывалось водой. Хотя и фенольной зрелости в этом сезоне нет. Ну, с другой стороны, что хотеть. Очень тонинная ягода. В принципе, ее нормально можно приятно есть. Но тонины ощущаются. Конечно, был бы нормальный сентябрь. И все бы тут созрело. Ну, с лозой тоже так себе. Ну, я думаю, что что-то будет. В прошлом году вот он жировал. Я просто лозу прикрыла пленочкой. И лоза дозрела. Так что будем надеяться, что и в этом году что-то да вызреет, чтобы оставить на плодоношение на следующий год. Вот эта красота у нас. Это ландонар. Это побежек макузани. Похожи они. Внешне небольшие гроздочки. Единственное, у ландо пупсик на ягодке. Такое вот видим. У макузани. По крайней мере, он не так заметен. Чтобы нам не путаться, переходим на другую плоскость. И здесь все видно гораздо больше. Гроздочки могут быть таким. Чистый цилиндрик. А могут быть с крылышком. По две, по три грозди на побег. Это его второе плодоношение. В прошлом году было первое. Что хочу сказать. Куст вообще обладает невероятной силой роста. Ничего абсолютно не боится. Никаких болезней, ничего. Даже вот заморозки, когда у нас шли. Если на других немножко где-то верхушки поприхватывала. То ландо вообще все равно. Очень быстро кусты развиваются. На второй год они уже могут показывать урожай. И урожай достаточно неплохой. Хороший сахар набирают. Вот на сегодня его показатели. Имеет темно окрашенный сок. На 20 сентября у нас уже и косточка темненькая. То есть фенольную зрелость он также набрал. Никаких нормировок тут не проводится. Единственное, что проламывала зеленые побеги. Просто потому, что было очень густо. В мона виде вино пока не делала. Но сама по себе ягода дает очень хороший потенциал. Как в простоте выращивания, так и в тех параметрах, до которых она может созревать. То есть если в этот год она набрала и фенолку, и нормальный сахар, который дождями не размылся. То в хороший год здесь можно получить все гораздо лучше. Ягода галюнаса или галюнаса. Такие красивые крупные грузди. Надо сказать, что после дождей в этом сезоне вообще не потрясала. Ничего мы не нормировали. Я пылилась хорошо. В общем, все с ней хорошо. Приятная сладко-ароматная ягода у нее. Такие ароматики какие-то фруктовые. Мне иногда кажется, что легкие медовые нотки. Обычно середина сентября она готова. Но в этом году такая осень. Плюс дожди. На вкус сахара более чем достаточно. То есть на вкус она сладкая. По рефрактометру сахар 17-18. То есть дождями все-таки размылся. Но уже дальше как бы лист желтый. Все. Растение уходит на зимовку. Я эту всю красоту буду использовать для вина. Вообще со всех припалтов белорозовых получаются очень ароматные сухие вина. Кроме того, последние два сезона я их стала делать игристыми по типу пятната. Кстати, вот для игристых, если там маловато сахара, то это не страшно. Нам этих показателей вполне хватит. И получаются, конечно, очень ароматные игристые. При том, что и делать их довольно легко. И результат тоже очень хороший. Красотулька лепсна. Мне вообще в начале сезона казалось, что она плохо опылилась. И тут мало чего будет. И на самом деле, на самом деле будет. Все очень даже неплохо. Обычно лепсну можно есть уже в конце августа, начало сентября. В принципе, и в этом году, в начале сентября ее можно было кушать. У нее такая интересная характерная особенность. Сначала появляются фруктовые ноты. Таких тропических фруктов типа личи. А затем приходит такая какая-то терпковатая тонинная составляющая. Вот в этом году до 8 октября она у нас довисела. В принципе, сохранилась хорошо. И не гнили нет. И треск. Это может какие-то единичные ягоды. Даже это может не треск, а птички тут немножко полакомились. И теперь вот на это летят осы и бедные голодные пчелки. Сахар 17. Ну, впрочем, как-то магия в этом году, да, у большинства. Ну, опять же, холод, дожди. Поэтому все абсолютно объяснимо. Ну, и как уже говорила про ядвигу. То есть лепсно используется, как в сухих винах, дает хорошую ароматику. Ну, я их в смеси делаю пока что. Нет таких количеств, чтобы делать отдельно. Ну, либо в игристых. Мне последние годы вот варианты игристых все-таки больше нравятся. Ананас. Да, второе его название. Фердинанд де Лисепс. Ну, как говорит название, да, такой у него и вкус. Очень яркий аромат ананаса. Касательно сроков созревания. На самом деле он ранний, но не путать с ананасным ранним. У ананасного раннего совершенно другой лист. У этого лист резной. Вот. Вот такой у просто ананасного лист круглый. Ну, по срокам созревания он ранний. Несмотря на то, что я находила в описании, что созревает он где-то к концу сентября, наверное, в наших условиях, ну, это его первое плодоношение. Сегодня у нас 22 сентября. Он уже давно созрел. И если бы был лучше год, то я думаю, что где-то, ну, 10 числа сентября он должен быть готов. Сейчас уже и косточка коричневая. Сахар 18. И это после дождей. Вот что важно, у него совершенно сахар не размылся. Я мерила его до дождей. Было 18. И после дождей у него тоже 18. Ну, может, если бы дождя не было, он бы накопил больше. Хотя в описании, по-моему, до 19 он набирает. Вот. Ну, в реальности, вот, даже после дождей у него остался сахар 18. Что, в общем-то, очень даже неплохо. Шикарно зреет лоза. Просто шикарно. Вот висит урожай. И многие побеги, ну, вызрели практически до верха. Гроздочки по размеру разные. Ну, вот это будет, я думаю, что грамм 300. Две грозди на побег. Может быть, закладывать и больше. Я уже не помню, потому что кустик молодой. Здесь была какая-то нормировка урожая. Посмотрим, как в следующем. Ну, в общем-то, если он будет давать такие грозди, то это очень даже неплохой результат. Ягода очень ароматная. И, конечно, вот при таком сахаре, при таком аромате, я думаю, что наилучший вариант это его пускать в игре с той виной. Вот получится очень-очень хорошо. Это у нас мускат блау. Уже желтый лист. Прекрасно вызревшая лоза. Ну, гроздочки в этом году плоховато опылились. Есть такие довольно рыхленькие. Вот по косточке у него все более-менее, конечно, еще чуть-чуть. Но сахарку маловато. Сахар 17-18. Ну, вот гроздочки есть такие, в принципе, и неплохие. Немножко кое-что треснуло. Ну, бы сказала, не критично. Особенно, если учесть, что дожди лили почти две недели. Конечно, его на вкус приятно тоже покушать сладенький, с легким мускатиком. Ну, кузани. Вот это трехлетний куст. У нас в прошлом году плодоносил. И вот это вот все, что я показываю с гроздями, это все оно. Сейчас еще перейдем на вторую плоскость. Здесь у нас солнышко, поэтому, может быть, лучше видно. Вот это вот все он. Вот они, гроздочки. Никакой нормировки мы не делали, но у него гроздочка, в принципе, такая небольшая. Хотя, смотрите, здесь их вполне приличные есть. Такие, то есть, с возрастом будет набирать. Вот здесь тоже. Вот, вполне хорошие гроздочки для технаря. Прекрасно зреет лоза. Конечно, не на всех побегах это видно. Но на плодоношение нам тут оставить будет более чем достаточно. Тем более, что плодоносит он при любой обрезке. При длинной, при короткой, вообще при любой. В этом сезоне после дождей, вот на 8 октября, сахар 20 и косточка коричья. В прошлом году сусло было сахар 22, единичных ягодах 25. Это у нас не туран. Второе его плодоношение. Почему не туран? Покупала я его именно под этим именем. То, что это туран. И в Беларуси, у многих, он ходит под этим именем. Но у истинного турана сок темно окрашенный. Здесь же сок светло окрашенный. Вот оно даже в ягодке видно. И смотрите, в рефрактометре все беленькое. 18-19 сахара на сегодня, на 20 сентября. Для сравнения, вот это сок ландунар. Видим розовое. Вот здесь сок окрашен. Здесь ни у кого сомнений нет. В описаниях истинный туран. Он высокотонинный. Здесь особых тонинных не ощущается. Но, тем не менее, это не говорит о том, что сорт плохой. Приятные по размеру гроздочки. Я думаю, что грамм 150. Может быть, даже и по 200 могут набирать. Кост среднерослый. Но хорошо держит нагрузку. Прекрасно вызревает лоза. Сроком очень ранний. В прошлом году, на 16 апреста, у меня уже было 16 брикс. В этом году сейчас, я показывала в рефрактометре, 18-19. В некоторых ягодках встречаются до 20 с учетом после дождей. Это просто замечательный показатель. Сама по себе ягодка просто сладенькая. Если шкурку разжевывает, то будет такой, мне кажется, какая-то, может, вишенка. Средней жесткости. Значит, что касается фенольной зрелости. В принципе, косточки коричневые, чуть-чуть хвостики. Еще беловато. В этом сезоне, в принципе, все простительно. Тем более, я вообще не нормировала, ничего тут не делала. Может, кстати, изюмиться на кусте. Вот это видно. Есть ягодки. Заизюмленные. В общем, несмотря на то, что это непонятно кто, я эту форму буду выращивать. И даже думаю, что может быть и не один кустик. Что потенциал у него очень хороший. Паланга тоже в этом году очень скромненькая. К сожалению, 8 октября сахар 17. Вкус тропический. Ну, интересно, вот как-то в этом году, мне кажется, что немножко терпкость есть. Как у Лепс, но не такая яркая. Вот, ну, какие-то такие нотки есть. Ну, с другой стороны, плюс всех прибалтов, да, хоть и год такой неудачный. У всех замечательно вызрела лоза, поэтому будет урожай в следующем году. Триформ. Технический сорт венгерской селекции. Мой любимчик. В этом году, конечно, не совсем впечатляющий. Почему? Потому что это молодые кустики. Это их первое полноценное плодоношение. В какой-то момент мы поняли, что три формы нам одного куста катастрофически мало. И посадили три. Вот здесь у нас один куст. Видно, что уже лист готовится к осени. Все готовится к осени. А вот там дальше еще два. Конечно, нагрузка пока не полноценна. Но что хотеть от первого плодоношения. Тем более в не очень хороший сезон. Сорт характеризуется ранним сроком созревания. Обычно я его снимаю где-то 1-2 сентября. Примерно, ну, в этом году чуть-чуть задержечка. 9 сентября. Ну, во-первых, сезон. Во-вторых, молодые кустики. На сегодняшний день сахар 20. И коричневая косточка. То есть даже фенолиозрелость уже достигнута. Гроздочки достаточно плотные. Могут достигать 250 грамм. Конечно, при очень влажном сезоне. Из-за плотной грозди и тонкой кожицы. Может быть растрескивание. Но вот в наших условиях. Как раз-таки за счет раннего срока созревания. Обычно мы реформ снимаем до сезона дождей. Ягодка имеет легкий грушевый аромат. Такие дюшесные нотки. В плане виноделия. Сорт пригоден практически для всего. Я из него делала. Сухое вино по красной схеме. Замечательным получается вино в молодом виде. Грушевый аромат. Затем трансформируются нотки в цветочные. С выдержкой появляются тона. Несколько похожие, как в винах шардоне. Также хорошо получается шампанское. По классическому способу. Но для этого надо его снимать несколько раньше. Чтобы сохранялась кислота. Вот на уровне сахара 17-19. Как раз-таки для шампанского он идеален. Здесь у нас Swensen Red. Кукурузки. В этом году здесь было очень густо. Поэтому опылился он, к сожалению, так себе. Хотя есть и вполне приличные. Вот такие вот красивые большие грозди. Здесь их две. Ничего не нормировали. Что вполне может быть и нормально все. Приятная желейная мякоть. Такой легкий земляничный вкус. Ягоды никогда у него не трещит. На 7 октября вкусное. Кстати, вообще без кислоты. Можно, как говорится, сесть и съесть. Но сахара маловато. Сахара 17. Впрочем, опять же повторюсь. После дождей все вполне объяснимо. Супага здесь у нас молодой кустик. В этом году повторюсь. Из-за загущенности опылился плохо. Поэтому похвастаться сильно нечем. Ягода приятный тропический вкус. Такой ананасик. Кстати, супага очень хорошо осветляется. Если ее использовать в винах, то делать моно. Замечательно осветляется. Если все делать правильно, то без каких-либо химических агентов она прекрасно поддерживает цвет и не окисляется. А вкусно так покушать. Вкусно в вино. Ну, на сегодняшний день тот же магический сахар в 17 брикс. Сэлэ тоже в этом году скромноват. Обычно у него такие гроздочки, как кукурузинки. Плотные, красивые. В этом году у нас, к сожалению, вот так. Яркий вкус ананаса в ягоде. И вот, кстати, на сегодня, на 8 октября, в 18 брикс сахар. То есть вот сэлэ. Больше всего его то ли набрал, то ли сохранил. Здесь у нас небольшие гроздочки ханки. Но дело в том, что очень было густо. В начале лета очень было густо во время цветения. Поэтому так себе все опылилось. Тем не менее, урожайчик есть. Правда, тут уже птички его немножко покушали. 8 октября. Сахар в 18. Вообще ханка считается изюмным сортом. Но она с косточкой. Приятный гармоничный вкус. Легкая, слегка хрустящая мякоть. Сахара может, конечно же, набирать больше. В нормальные годы. Мы ее используем тоже для приготовления вин. Но пока что отдельно не делали. Делаем в смеси. Русский ранний. Молоденький кустик. Поэтому гроздочки такие скромноватые. Обычно мы его срезали в конце августа. В начале сентября. Он, кстати, неплохо может повисеть на кусте. И сегодняшний день тому доказательство 8 октября у нас на дворе. Он прекрасно сохранился. Нигде ягодки не треснули, не усохли, не изменились во вкусе. Сахар 20 брикс. Полностью коричневая косточка. Вкус сладкий, с легким фруктовым ароматом. Это у нас симоне в школке. Дело в том, что взрослый куст симоны мы на одном из участков удалили и перенесли его на второй участок. Поэтому в этом году плодоношения нет. В этом году вот только школка. Обычно он созревает конец августа, начало сентября. Но это школка раз. Косточка в принципе коричневая, чуть-чуть пупсику осталась. Единственное, что сахар 16. Ну очень сильно. То есть ягода водянистая, размытая дождями. Две недели шел дождь, поэтому сахар такой. Так, ягодка с легким земляничным ароматом. И кстати у симоне гибридная тона, вот эти изобольные, они в вине не сохраняются. Вино получается темно окрашенным. таким достаточно тонинным, с вкусом черной рябины. У нас фронтиньяк плодоносит в школке. Косточка кстати коричневая на 7 октября. Сахара конечно маловато, 16. Ну в такой год что хотеть. Тем более от школки. Ну достаточно неплохо среет лоза. Это у нас фэллиант в школке. На самом деле у нас фэллиант еще есть побольше кустик. Мы просто забыли его снять, уже срезали урожай. На основном кусте сахар был 16. Здесь сахар 14. Ну что хотеть от школки раз. Ягодка в школке вот она миленькая, конечно. Так она крупнее гораздо. Ну раза в полтора так обычно. в свежем виде он такой ну он конечно имеет очень яркий выражен аромат. Но чувствуется кислота. Хотя в вине потом никаких проблем с кислотой нету. И вина вообще из валента получаются таки очень ароматные. Вот это наш основной кустик валента. кстати кусту второй год поэтому и тот же уровень сахара мог бы быть выше если бы ну кустик более взрослый. На самом деле ну с учетом сезона возраста куста все вполне неплохо. Ну в принципе такой сорт очень неприхотливый. Прекрасно зреет лоза. Замечательная сила роста. Но лоза у него всегда такие тоненькие. Вот они наши урожаи. Ну конечно подводя итог хотелось бы лучше. Ну с учетом этого года спасибо и на том. Будем надеяться что будут года лучше и урожаи наши будут лучше. Ну а в этом году работаем с тем что есть. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч.